Лерка Асткевич идет, посмотрите, знаешь. Прости, пожалуйста, но ты похожа на одну порно-актрису. Мне впервые стало страшно заслужить здоровье. Что ты думаешь про мат? Я ругаюсь очень сильно. Я сапожник. Ух ты. Засвайпайте вверх, приходите в профиль, подписывайтесь, я вам буду за это ставить лайки. Это так и дует. Что у тебя вогули с утковолем? Я тебя сейчас так отвоспитаю. Когда Лада отключить ютуб, что будет с тобой? Мам, я тебя не знаю. Боже, какой-то реально рэп уже пошел. Я хочу почать с пытания про популярность. Я глянула перед нашим состречивателем 549 тысяч подписантов в ютубе. Хочешь растеться? Стой, не спускайся вниз. Залезь мне в сердце, а не в шаринку джинс. Горло душит, спирт и склянка. Ой, вылежи мне душу, нимфоманка. Памятаешь момент, когда ты сразумела, что вау, мне глядят тысячи, а часа миллионы? Что ты отчула? Знаешь, каждый момент, когда наступает какая-то желанная цифра, первая цифра это было 50 тысяч подписчиков. Самая-самая первая, это, наверное, вообще только 10. То есть ты каждый раз этого ждешь, но ты в какой-то момент ждешь, а потом ты забываешь об этом абсолютно. И когда это наступает, ты испытываешь радость, какую-то большую благодарность к людям, которые тебя смотрят, но считаешь, что это все-таки недостаточная цель. То есть, типа, а вот у кого-то больше. Ну, типа, классно, что у меня столько же, но это же все равно еще ничего не значит. И вот время идет, вроде бы уже 500 тысяч подписчиков. И я помню, когда мы сидели с Аней за столом, я говорю, Аня, 500 тысяч подписчиков, ты просто представь это. Мы такие, ну да, 500, и все. И как бы будет миллион, я не знаю. То есть это какая-то радость, но все равно цифры, это же цифры. Очень важно просто количество людей, которые смотрят тебя, подписчики. Ну, популярность, ты чувствуешь ее в своем житии, твоя жизнь все изменилась. Я не знаю, ты можешь спокойно выйти на улицу, альбо тебе расследует Лера, а можно селфи. Как это отбывается? Да я все вроде бы нормально. На самом деле, я просто очень часто дома сижу. Поэтому, если мы куда-то выбираемся с город, мы выбираемся с Аней в машине. И там, выйдем куда-нибудь, покушаем по делам, туда-сюда. Но вот в последнее время, единственная ситуация, которая мне на самом деле очень не понравилась, все очень как-то меня расстроило, я ехала в поезде с Богушевска на Минск. Я взяла постельное, я поспала, встала, когда меня разбудили. И потом уже приезжаю в Минск, смотрю свой инстаграм, в директ, в отметках, и меня девочка сфотографировала, когда я вот такая вот сонна в телефоне сижу такая. Думаю, Аня, встреть меня, пишу. Она, еду с Лерой Яскевич в поезде. Я думаю, что это, почему ты не можешь сказать привет, типа, вот ты Лера, я тебя знаю, может, давай сфотографируемся или что-то такое. Я потом ей написала, типа, это некрасиво. Она, ой, извини, пожалуйста. Просто люди не понимают, что они вмешиваются в чужое пространство. Но пока меня это, ну, как бы, не сильно беспокоит. Ты сказала про Богушевск. Можешь расповесть, я никогда не была в Богушевску, и, когда уявится, что я хочу съездить в Богушевск, что это за город, что я там увидел? Ну, это такой поселок городского типа. Ты такой приходишь с вокзала и ничего не видишь. Только улицы. Там у нас как-то памятник стоял, его убрали. Направо пойдешь, встретишь милицию. Там у нас такой центр милиционерский и главная улица. Прямо пойдешь, там будет как бы центр, где постоянно стоит елка, находится моя школа, магазины. И, ну, такой вот просто поселок. Нет никаких развлекательных мест. Шурму ты там тоже не купишь, кофе тоже. Вот. Просто такой уютный сельский поселок. У тебя завсюду была мата вырваться с Богушевска, съехать, куда исти. Альбот, ты разглядала вариант, что вот я буду тут жить? Наверное, варианта, что я тут жить останусь, у меня такого в голове не было, потому что я понимала, что вот я закончу школу, мне нужно будет куда-то поступить, дальше работать. Ну, и там, знаешь, планы какие-то такие невнятные, но какие-то более-менее четкие. Парадокс какой-то. Вот. И не знаю. Я, наверное, чтобы вот я хочу отсюда выбраться, потому что здесь у меня нет шансов, такого у меня никогда не было. Но я понимала, что, допустим, вот я хочу в Минск, в столицу, потому что здесь больше возможностей, здесь больше людей, больше каких-то знакомств. И так оно и оказалось. То есть ты живешь в Бакушевске, время, минута длится, час, я не знаю. Тут наоборот все. И памятаешь, ты приехала в Минск, вот первые твои уражения, какие были? Просто я памятаю, когда я первый раз приехала в Минск, мне наибольшую уразила метро, потому что я так само с невеликого города, и мне было страшно, ты на топ, на топ людей, просто иди на меня, куда мне деться. Какие у тебя были уражения? Ну, я первый раз приехала даже не на поезде, я приехала на машине, и я увидела университет, я на нем вот так вот сверху вниз, увидела кофейню, попробовала кофе. Аня меня угостила какао тогда. Я такая, господи, какао. Вот. Походила по улице, мне так все нравилось. Но когда я спустилась в метро, я очень испугалась, потому что я не знала, что, куда, жетоны мне говорили, что там бьют по ногам, если что не так, я думаю, господи, лишь бы меня не ударило. Вот. И когда я более-менее научилась кататься на метро, я поняла, что у меня какой-то панический страх начинается, если я чуть заберусь не на ту станцию. Там одну проеду по ошибке, там задумалась, и я как-то вышла не на своей станции, на одну больше проехала. И поняла, что у меня какая-то паника. Хотя мне всего лишь стоит в обратный поезд проехать до своей станции. Ну, вот. Ты чувствуешь уже зараз у Минска у себе комфортно, что это твой город, а Львов все одно? Ну, видишь, как гость, а Львов ты уже тут своя? Мне кажется, что да, я уже тут своя. То есть у меня появилась какая-то своя уже семья здесь, состоящая из двух людей, я и Аня. И я себя очень комфортно здесь ощущаю. Нет такого, что я хочу отсюда уехать. Есть такое, что я хочу увидеться с родителями. То есть я люблю так же Бугушевск, как и Минск сейчас. Я глядела один из твоих роликов, где ты кажешь, я так хочу покупаться, или я не веду навату, в этом городе есть, где покупаться? Я люблю покупаться. Ну, я не знаю, в Бугушевске есть аж сколько? Раз, Рыбнинская, Сирокоротнянская, если лесное есть озеро, у нас очень много озер. То есть ты чуть-чуть проехал куда-то, сюда-то, и ты купаешься, выбирай себе хороший пляж. А я люблю воду, я люблю купаться, чувствовать. Вот я рассамка такая. А в Минске я не знаю, где. Вот я знаю, аквапарки есть. А такой дикий водой. Да, в Минске есть кофейни, а не надо покупаться. Треба почему в себя хвярвать? Для этого же еще и время нужно. Хочу спитать у тебя про Бугушевск, про твою школу, потому что некоторых интервью, может быть, на X-Factor, ты сказала про то, что тебе, ну, тебе были конфликты с одноклассниками, и я в это слухала и думала, блин, ну, что я могу быть за конфликты? Она такая милая. Я навать не знайшла ни вонга негативного коментара под твоими видами, потому что, мне здаются, все твои глядачи пишут, Лера, ты анел в этом темном свете. За что можно было тебе ненавидеть? За что можно было тебе, я не ведусь, не вожать? Что там была за ситуация? Мне кажется, во-первых, то, что происходит на видео, это какие-то просто максимально чистые эмоции, связанные, допустим, у меня с какой-то песней. И то есть меня-то не видят люди в критических ситуациях или в ситуациях, когда я злюсь. Они не знают, что меня там выводит из себя, например. Поэтому у них такое сугубо какое-то прямое видение меня только через какое-то видео. К сожалению, сейчас я вот это исправляю, показываю, что вот, ребят, все не так уж идеально. И с одноклассниками у меня, не знаю, у меня просто был сложный момент, знаешь, все растут, у кого-то какие-то интересы другие появляются. И просто я как-то немного не вписалась в картину. Я очень любила смотреть. Я просто иногда анализирую, смотрела какие-то фильмы американские, когда там такие крутые девочки ходят, там что-то. И я, наверное, чересчур много выпендривалась. И всем вокруг меня это не нравилось. Ну, типа, Лера, еще я была очень обидчивая. Я это знаю. Вот мне как-то сказали, что Лера, ты обидчивая, и я очень сильно старалась над собой работать. Ну, и вот такие какие-то моменты происходили. Я помню, что наша дружба просто всегда с одноклассниками была какими-то наплывами. То мы дружим, то мы не дружим. Ну, и это нормально, потому что у меня, помимо моих одноклассников, были друзья за школой, то есть, которые старше у меня. Мне было приятно, комфортно с ними общаться. У тебя были ситуации, что весь класс супер от тебя? Ну, что ты просто наводь не хочешь исти в школу, что тебе страшно? Нет, ну, такое, конечно, было. Но чтоб мне страшно было, нет. Было такое, что мне неприятно находиться в этой обстановке, потому что я знаю, что, допустим, со мной никто сегодня общаться не будет. Я просто не вижу в этом смысла. И я прогуливала в школу. Я мастерский, просто такая. Слава Богу, меня мама моя понимала очень хорошо с этим. То есть, я ей могла сказать, мам, мне очень плохо, я не хочу сегодня с ними общаться, потому что я знаю, ну, вот мама знала о моих конфликтах каких-то. И она меня понимала, она хорошо. Ну, ты разбиралась сама, а ты утягивала батьков? Нет, какие родители, вы что? Это же мои проблемы. Вот. И мои проблемы с моими одноклассниками. И нет, не дай бог бы вмешивались родители, это было бы еще хуже, наверное. Все бы начали, а она вмешивает родителей? Что? И можешь узгадать, как ты из этих ситуаций выходила? Ну, мол, она скажет, когда тебе глядеть, кто-то, кто опынается в такой ситуации? А ты ведаешь, что такой ситуации опынаются многие? А все родители такое бывает довольно жесткое, что все супер тебе. Вот семья все поводят в такой ситуации? Я поступала, на самом деле, неправильно. Очень неправильно. Я их подкупала. Я их кормила. И, то есть, типа, я просто сглаживала обстоятельства тем, что, типа, ой, Влада, хочешь булочку, например? Или там еще что-нибудь. И, ну, типа, как-то так завязывалось общение потом. И, ну, это неправильно, но было... Правильно? Я не знаю, как правильно. Мне кажется, правильно просто не вмешиваться в их какие-то темы. И если есть что-то общее, просто находить это и показывать, что я свой человек. То есть, нам есть, допустим, о чем поговорить, есть что сделать вместе. Вот. Они таким образом. Ну, как-то, ну, вот, проходило это. Хорошо, что это прошло, потому что сейчас, на самом деле, у меня хорошие отношения с теми людьми, с которыми я, допустим, хотела общаться в школе. Большинство из твоих одноклассников все просто с Бугушевской не съехали, Атуль? Те, они протягиваются там. Большинство. Да. Просто кто-то учится в Витебске, очень близко возле Бугушевской. То есть, им нет трудностей, допустим, сесть на поезд вечером и поехать домой. Ну, я правильно разумею, что молодые там нема чего ловить? В Бугушевске, да. Ну, там просто нечего делать. Там негде работать, я не знаю. Негде время проводить. Ты можешь дома сидеть, телевизор посмотреть, или компанией собраться в каком-нибудь тоже дома у кого-нибудь предпочтительный. Вот. Зараз ведаешь, вертается мода на 90-х. К этому можно бачить у оденни, на вот музыце действие. Клипы. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом пьяный по дворам. Ты что с ти ведаешь про 90-е? Ну, ты амаль не застала гэтый час. Скажем, что Лера 99-го года народжения. Ты уже поколение 2000-х. А Лера, что с ти, ты ведаешь про той час? Что тебе рассказывали? Какие у тебя уражения? Монеточка говорит, что в 90-е убивали людей. А мама с папой говорили, что раньше как это рэкет называлось. То есть мои родители о чем-то таком разговаривали. Я такая, что? Неужели фуры останавливали фуры, там кого-то убивали? А у нас есть просто люди, которые вот в тюрьме только отсидели и вот недавно вышли из-за всяких таких штатчик интересных. Вот. Не очень я в этом разбираюсь. Мама просто рассказывала, что вот приезжали там какие-то люди к нам в Бугушевск привозили вещи из Америки там со стразами, маечки какие-то, стразами написано какое-то слово английское. Никто не знает, но все думают, что это круто. А потом узнают, что там просто капец, что написано. Вот. Это все мои познания о 90-х. Такая ассоциация у большинства, что 90-е такие трошки голодные часы, а 2000-е это уже такие сытые часы. Ты памятаешь свое детство, на кольке оно было такое... Ну, я тебе подломачу, помеж нами 10 год розницы. И я памятаю, что у нас, вядаешь, нельзя было просто так поезти, там, или бы мамонт купить сукерки, там, да? Да, конечно. Мандарины были только на Новый год. Я не ведаю, вот такие речи, какие сегодня могут сдаваться дивными, там, да? Тогда, в той час, этого всего не было. Вось, у ваше детинство было изобилие достаток, альбо... Нет, конечно, нет. Я даже помню времена, когда моя мама уезжала на заработки в Москву часто, и я жила то с бабушкой, то с папой, когда у него было время, то с двоюродной бабушкой, куда, короче, меня жизнь только не засылала в детстве. Вот. И я помню, что я как-то домой прихожу со школы, и вообще нечего есть. И я помню, как я беру черный хлеб, посыпаю его солью и получаю такое удовольствие. Вот. Но макароны у нас всегда были. И как только я начала их готовить, все пошло на лад. Очень сложно вспоминать на самом деле то, что было в детстве, потому что, допустим, я знаю, что у бабушки всегда было, что покушать. То есть, гречка, перловка, всякие эти каши, что-нибудь, она там из ничего сделает что-то фееричное. То же самое мой папа. Как батьки вспоминают то, чем ты занимаешься, твой поспех, усурьез, альбо настороженно? Да, они меня гордятся очень сильно. Говорят, что я молодец. Бабуля, разумеет, чем ты занимаешься? Бабушка, конечно, она следит, она смотрит мои видео, она лайкает мне фотографии вконтакте, она даже читает мой твиттер иногда, что мне не очень нравится. И как-то они все за меня. Это круто. Никаких конфликтов. Я вот обожаю. Знаешь, часто все рассказывают, какие-то люди там известны, вот, у меня были проблемы с родителями, мне все запрещали, и я сам изнизу без никого все сделал. А мне, меня поощряли. То есть, не знаю, очень круто, что родители в детстве увидели вот эту какую-то дикую, безумную, ненормальную энергию. Я жену немножко, совсем чуть-чуть. И то есть, я может быть где-то спокойная, а где-то ненормальная. Но творчество это всегда было со мной. Я пела по ночам, во сне, днем, утром, и в садик везде. То есть, музыка это мое такое уж. И вот, наверное, из-за этого меня не любили, потому что я везде пела, я такая выскочка, наверное, вот по музыкальному, по творческому была. Хотя, потом меня как примяли. У тебя были два захода в музычную школу. Это довольно дивно, потому что люди, звычайно, пеший раз бегут, и хуже туда не загонишь. Тебе, это что с тебя дало? Это музычная школа, это адукация, альбо это, ну, дарма потраченный час. Я бы ты зараз это оценила. Это точно не потраченное время, потому что, первый раз, когда я пошла в музыкальную школу, я насмотрелась в фильме, он назывался «Цеплячий пух», и там девушка прекрасно играла на флейте, я очень хотела на флейту. Я пошла в музыкальную школу, но на флейте не смогла, меня отправили на фортепиано. И я была очень маленькая, это класс третий, наверное, только был. И я пошла в музыкальную школу, и тут у меня начались огромные проблемы какие-то со связками, меня начали возить по больницам, я это очень плохо помню, на самом деле. И мне тогда сказали, что мне нельзя петь, просто нельзя. А если нельзя петь, то я и не хочу ходить в музыкальную школу, потому что я на этом фортепиано пальцами вожу, только для того, чтобы на хор прийти. И как-то я перестала ходить в музыкальную школу, потом немножечко подросла уже, такая старшая школа, это где-то пятый класс, и я хочу опять вернуться, и хочу уже вернуться на гитару. Не знаю, почему, но захотел. А, знаю. Я, короче, посмотрела сериал «Универ», и там Кузя играл на гитаре. Я думаю, если он сочиняет песни, играя на гитаре, то я тоже смогу. И меня эта мысль очень как-то смотивировала пойти играть на гитару. Но на гитару вот просто какой-то путь из терни... Так, не те слова. Я очень люблю просто говорить не те слова. Тернистый. Тернистый путь. Гитаре у меня предстояло через домру, и мне говорили, вот сначала на домрину учись наиграть, а потом уже гитара будет. И в итоге, ну, знаешь, ты хочешь одно, тебе дают другое, и как-то это не воспринимается молодым организмом. Вот, особенно тот, который такой характерный, любит что-то возникать, думает, что все правильно. Кошмар. И просто я как-то реже посещала занятия, еще произошел конфликт с преподавательницей по хору. Вот, и ну, как-то я просто забросила это все дело. Тебе не снится сольфеджио в кошмар? Нет, не снится. Это мой страшный сон. Сольфеджио, вот это, ну, на самом деле очень сложно, потому что я дошла до финальных экзаменов, когда тебе эти статты музыкальные дают, и у меня нет оценки по сольфеджио. Я пришла на экзамен, я вытянула билет, я посмотрела на билет, я посмотрела на преподавателей, сказала, я ничего не знаю. Они такие, Лера, на построенном там что-то, то-то. Не. Вот, и мне не поставили оценку. Даже. Давай вернемся до часа, когда ты приехала в Минск. Ты довольно часто и сейчас в разговоре и в своих видео рассказываешь про Аню. Хочу у тебя спросить про ее больше. Аня, тут есть? Может быть, мы ее покажем? Ну, после. После. Да. Вы, Сябры, Аня, для тебя, я не веду, у некоторых видов, по-моему, эти интервью доказала, что она лет не заменила тебе маму. Что это за относины? Можешь рассказать? Ну, вообще, наверное, в первую очередь, она мне друг. Где ты уже знаешь сестра? В каких-то моментах она такая мамочка. Я тебя сейчас так отвоспитаю. Ну, просто она в этих вещах музыкальных, наверное, каких-то как-то шоу-бизнесом это даже не назвать. Аня, как это назвать-то вообще? Ну, в вещах вот в этих, когда ты вот, ну, вот съемки, все это. Она это больше понимает, чем я. Потому что для меня, ну, допустим, это был такой мир, то есть, я же дурочка. Я люблю себя там вести как-то неправильно. То есть, она мне объясняет, как, что делать. И вот, вот в таких вещах, как мать, менеджер, продюсер. У вас некие домовные относятся на это прям не к прописанецу, вы просто сябры? У нас есть контракт? Я не знаю. Нет. То есть, мы просто... Ну, мы понимаем, что, ну, все, это, мы творчество. И все, что мы делаем, все, чем мы себя окружаем, в наше будущее. То есть, мы создаем, и мы понимаем, что мы сделаем это вместе максимально качество. И, то есть, не видим, наверное, друг без друга. Ну, я, по крайней мере. Аня, как продюсер, можно сказать тебе, Лера, ты так не будешь робить, и ты повинна это не робить? Альбо, твое меркование опошнее? Мне кажется, это все компромиссно. Ну, такие решения. То есть, есть же и ее сторона какого-то видения, а есть и моя. То есть, я-то тоже, как человек не приглушу все свои качества, для того, чтобы, у меня, допустим, есть позиция, я ненавижу себя выставлять тем, кем я не являюсь. То есть, если у меня есть настроение быть какой-то загадочным, странным, я ей буду. Вот. Но иногда это просто неуместно. И поэтому мы разговариваем и решаем, что и как. Хочу спадать тебе про твои каверы, которые принесли тебе вельми шмат подписчиков. С одного боку, это миллионные прогляды, а с одного боку, мне подается выправе, меня, когда я не могу радиться, это такая пастка, потому что после каверы складано створать что-то свое, потому что это могут поравновать. Я не ведаю там. Лера, ведаешь там, Макса Коржат распевала лепше, чем ты зарабила свою песню. Вот ты с этим сутыкаешься? Пьяный, пьяный, пьяный дождь пробирает дрожь. Ты же в эти небеса больше не придешь. Неосознанный туман палит, как огонь. Пьяный, гордый паренек потерял любовь. Да, наверное, немного. Ну, то есть, понятное дело, что все больше ждут от меня какого-то кавера, им очень интересно увидеть то, как я там интересно перепою какую-нибудь новую песню. А я такая, ребят, мне не интересно, потому что ну, есть такое. Вот. И как бы я очень хочу писать уже свою музыку, я прям созрела и уже расцветаю. То есть, не просто созрела. Вот. И я сейчас иду к этому, ну, сложно. Я могу рассказать про ситуацию в Одессе? На концерте произошел такой, как-то не очень приятный для меня инцидент. Ну, как это, можно даже не называть инцидентом. То есть, мы поем первую половину программы это кавера, причем, которые они сами просят, где-то. Вот мы пишем ребятам под постами в Ютубе, в Инстаграме, везде. Ребят, вот мы едем к вам там в такой-то, такой-то город, напишите песни, которые вы именно у себя хотите услышать. И они уже скидывают кавера, которые хотят услышать. И вот в Одессе работаю я первую часть программы, это кавера, и плавно переходим к авторским песням. Я, допустим, пою три авторские песни, разбиваю их двумя каверами и заканчиваю своей песней. И вот, когда я уже ребятам говорю, осталось две песни, остался один кавер и моя авторская, все начинают кричать, ой, давай спой Макса Коржа я стою такая, знаешь, я очень потерялась. И мне так и обидно, и грустно, и злость какая-то рождается. И ты такой, Макс Корж, а потом моя песня. Поймите, простите, и просто послушайте, пожалуйста. Ну, вот так вот как-то. Ну, неприятные, короче, стоите послушать. Как ты означаешь, что меня на вид, а какие каверы ты будешь делать, это тебе кажут твои слухачи, альбо ну, все ж таки твое решение то, что ты слухаешь мое значение. Нет, ну, конечно, мое значение, ой, мое решение больше как-то влияет на запишу я кавер или нет, потому что сколько бы мне там не писали спеть то-то, допустим, очень хайповое. Ну, я же не спою LJ Minimal. на Барисине мы танцуем под Minimal, да-да-да, ты красива, но таких, как ты, б***ь. Бузова. Бузова. Нет, я не веду, может быть, ты можешь проспевать Бузова? Нет, ну, то есть это абсолютно то, что я, допустим, могу ходить напевать, когда я мою кружку себе для чая, вот, но не то, чтобы я хотела сесть на гитаре и проникнувшись исполнить, потому что ведь в большинстве своем все песни, которые я пою, они какие-то очень лиричные, какие-то очень задевающие меня, и, ну, это же не те песни, которые я вот хочу спеть, и я не буду их петь, если я, ну, этого не чувствую, то есть сколько бы меня не просили там спеть ту или иную песню, которая как-то абсолютно противоположит моей внутренней позиции, я ее не спою. Сколько бы там просмотров не пророчила бы мне эта замечательная, знаменитая песня. Ты, колись, сказала, что не любишь свой голос, что тебе ее не подобается. Что-то изменилось с того часу? Мне кажется, что он стал лучше. Я замечаю за собой, я и тогда уже замечала, когда он мне не нравился, что есть моменты, которые я очень хорошо слышу в своем голосе, и я как бы чувствую, как своим телом, ну, связками, их начинать исправлять, или как-то что-то новое попробовать сделать. И может быть, еще возраст дает о себе, знаете, организм-то формируется еще, мне же только 19, да скольки мы там формируемся, девочки, до 21? Читала я. У меня до этого 27. Да? Я сподюс. Ну, я не знаю, я без понятия, но мне кажется, мы-то долго еще растем, то есть, связки, все это формируется, и я чувствую себя более уверенно. У меня раньше очень сильно треснулся голос. И вот эти вот мои метаморфозы, знаешь, когда я проверяю на себе какую-то манеру исполнения другого артиста. Когда я, допустим, слушала в сомбище людском, я был как лошадь, согрелямый, пришпырена я, смеял, мне знаком. У меня появилось е-и-и-и-и, это просто очень даже не хочется пересматривать. А сейчас я как бы уже понимаю, что как песни свои, то есть мой стиль вырабатывает. И это мне нравится. Сейчас мне нравится. А ли ты сама экспериментуешь, а либо с тобой есть наставники, сама, все сама? Ты не думала? Пока что, да. Думала, конечно, всегда об этом думаю. И возможно, в какой-то момент, да. Вот мы сейчас пишем песню, очень интересно, очень крутую. И мы уже с Аней поговорили о том, что нам, скорее всего, понадобится помощь педагогов, который мне поможет сделать вот прям офигенный момент в песне. Я памятую, углядела твои виды, а ты там еще, по-моему, блондинка, на кухне, с клетками, и ты вельми широ и радостно рассказываешь про то, что я поступила в университет, я буду режиссером. Я поступила в Багуки на режиссуру, и я безумно этому рада. И после так перемотываешь на час, когда ты уже учишься, ты скажешь, боже, как меня досталось до учебы. Я там пропускаю, я, напомню, хочу сходить. Что добылось, что не так, да? Что забило у тебя такое, ну, жадание учиться? Ты была такая натхненная. Во-первых, я не знала, что у меня с музыкой выйдет. То есть, это был тот еще момент в моей жизни, когда я безумно люблю петь, но ненавижу свой голос. Вот. И, то есть, я видела творческую специальность, которая в моей голове рисовала, ну, такие вещи. Тем более, я видела Аню, которая закончила эту специальность. Невероятная девчонка, которая там в своей голове может такие вещи придумать, что прям диво дивишься. И, то есть, я пришла в университет и с музыкой пошло, потому что мы с Аней уже работать начали, с YouTube. И, как бы, я понимала, что, ну, мне не давали там воздуха. То есть, меня никто не понимал. У меня была такая ситуация, которая просто меня убила, вот, в самом еще начале, на первом курсе. у нас были какие-то репетиции к показу, да, все хорошо. И у нас был концерт в Донатте первый, ну, такой квартирник, в кофейне, который, ну, вот, организовали своими силами. И у нас не было репетиции в этот день. Я знала, что вот будет концерт, и тут нам звонит худрук и ставит репетицию. И я ему говорю, Татара, Татар, Татанович, допустим, я не могу прийти сегодня на репетиции, у меня концерт. Он говорит, меня не волнует твой концерт. Если я ставлю репетицию, значит, ты там будешь. Я такой, нет, не буду. короче, там поговорили с ним, вроде договорились, но потом у меня сняли с половиной ролей, скажем так. Ну, короче, вот такие вот обстоятельства, и ты, ты, ты тратишь энергию на одно и на второе. Хотя, я потом уже поняла, что музыка – это все, что я хочу делать. И почему бы не перестать себя тратить на что-то, что мне мешает полностью себя отдать музыке. Как выкладчики, как студенты воспринимали твою популярность? Вот, мои, моя группа, мои одногруппники, они всегда, ну, типа, им пофингу. И это круто, что люди, ну, как они меня могут стебать, знаешь, типа, Лерка Аскевич идет, посмотрите, знаешь, что ты такой, или, типа, а можно с тобой сфотографироваться? И это уже, наверное, сотый раз в день, и ты думаешь, хватит, пожалуйста. Вот. Ну, что-то такое. А, с преподавателем, не знаю, все как-то, ну, всем все равно. Либо не знали, либо, ну, просто, пофигу. Ты одним со своих интервью рассказывала, что вось я заработала 30 долларов, сдается на рекламе, або на кватернику. Все, я такая самостоинная, незалежная, я сказала, мама, можешь мне не досылать гроши? И я, когда я это прочитала, подумала, блин, 30 долларов, это не так кешмат, как бы, для тебя, когда сапраду были такие великие гроши, ну, у Минска, просто скажем, да, что это, ну, не великие гроши. Я сейчас понимаю, что это ничего. Просто смотри, первый курс, я живу с Аней, она платит за квартиру, за еду, то есть, мне остается оплатить себе там, ну, проезд на трамвае и метро. Вот, и, ой, трамвай, троллейбус, до сих пор путаю, вот, и, как бы, приходит первая зарплата, такая нормальная, 30 баксов для меня, вот, и, ну, то есть, все. И с того момента, вот, а, еще же стипендия у меня была, тогда меня еще не лишили ее. И, как бы, стипендия, сколько там, 60 рублей, плюс эти 30 долларов, я вообще такая была, самодостаточная. Ты зараз, ну, сама себе заиспечиваешь, батьки не потребливают тебе? А ты батьков? Вот, с того момента, вот с этих 30 долларов, мне родители, я могу, допустим, принять у них, там, 100 долларов на день рождения. Спасибо. А ты допомогаешь батькам? Ну, чуть-чуть иногда получается. Вот. Но если у меня, если я пойму, что я очень могу помочь, я это, конечно же, сделаю. А я памятаю, что первая твоя реклама, какая заявилась, она была такая трошки, ну, была уражня, что тебе трошки неемка, вот я тут рекламую, але, ну, я спадюсь, а вы меня не будете за это мозг насуджать. Чему тебе было такое ставленное рекламы? Все зарабляются на рекламе, ну, блогеры я понимаю. И я начинала вообще свою аудиторию готовить к рекламе еще, наверное, вот в Бугушевске, когда я в 10-м где-то классе была. То есть, когда мне китайские сайты, допустим, одежду прислали. Но за бартерную рекламу, когда мне, допустим, дают вещи, а я просто снимаю обзор, в котором я могу честно сказать, вот тут нитки торчат, вот тут это не так, а это тот. И мне за это никогда, ну, не было неловко там что-ли. Мне было уже прикольно, что я могу себя хотя бы вещами сама обеспечить. Но именно с деньгами, когда тебе платят за то, что ты что-то говоришь, не знаю, у меня стоял какой-то очень большой барьер, что я я как будто бы отдаляюсь, наверное, от своей аудитории. Я боялась, что они меня неправильно поймут. То есть, понимаешь, есть люди, которые, допустим, блогера возьмем какого-нибудь известного, которые, они уже априори детишки богатых родителей. Им просто нечего делать, и они занимаются блогингом, чтобы еще медийность какую-то себе на это завоевать. Ну, то есть, а я как-то, я понимаю, что, допустим, мои родители не могут мне там, допустим, многого позволить, но мне и хочется, и колется. И я не понимаю, почему я до сих пор не могу понять. Но сейчас к рекламе я отношусь совершенно адекватно. То есть, это работа, которая в конечном итоге мне позволит сделать еще лучше видео для моих зрителей, допустим, или записать песню, или снять клип. Ну, это же офигенно. Это возможности, которые дают перспективу. Есть реклама, за которую ты николе не возьмешься? Ну, конечно, есть, наверное. Но, я не могу сейчас ничего сказать, потому что всю рекламу контролирует Аня, и мне она даже не говорит ни о каких-то таких предложениях, которые бы были для меня неприемлемыми. Но я вот с уверенностью могу сказать, допустим, что касается Инстаграма, я никогда не буду рекламировать какие-то личные профили. Меня это очень раздражает. Я прям, я смотрю рекламу всяких каверщиков, или просто людей, которые говорят, подпишитесь на эту девчонку, она рекламирует, ой, типа, она пропагандирует в своем профиле здоровый образ жизни. Я вот ее смотрю давно, мне очень нравится свайпайте вверх, приходите в профиль, подписывайтесь, я вам буду за это ставить лайки, и ты такой думаешь, просто, мне не нравится момент, что люди на рекламе набирают у себя аудиторию. Нет, скорее всего, это в нашем мире уже ничего не значит, и я постепенно начинаю к этому, наверное, спокойно относиться. Но, допустим, для меня было, вот, когда я начинала, неприемлемо, что я буду кому-то деньги платить за то, чтобы меня прорекламировали, ну, типа, ишь ты, блин, и поэтому для меня до сих пор неприемлемо, когда кто-то предлагает мне деньги за то, чтобы я чье-то лицо там прорекламировала. Если это какой-то бренд или какая-то там команда, допустим, чего-то, или студия, или что-то, ну, понимаешь, да, о чем я, то, конечно же, это прикольно, если это какой-то проект, это интересно, но рекламировать человека, который в Инстаграм выставляет фотографию «Еда, посмотрите, я такой здоровый, интересный человек на усынке». Ты сказала про батьков, что есть такие мажоры, можно сказать, які всем забеспечены и просто, ну, шмат вольного часу и они займаются вот им лику блогингом. У тебе не было никогда кривды, что у них больше махчимости у стартовых, чем у тебе? Нет. Ну, мне наоборот казалось, ну, вот, типа, вот вы, допустим, богатенькие ребята, у вас все есть, ну, типа, а мне есть к чему стремиться и мне нравился тот момент, что вот у меня будут преграды, ну, то есть, путь, он на той путь, чтобы его проходить, учиться чему-то, узнавать, не терять свою человечность в конце концов, потому что люди, у которых все есть, они какие-то наглые, они, блин, насыщенные всей этой жизнью, даже, вот, я была на фестивале блогеров, ходишь просто, ярмарка тщеславия, все вот с такими носами, а что вы делаете, ну, то есть, вы интересный человек, вы сделали что-то такое, что, ну, вот, заслуживает внимания, спасли жизнь, может быть, кому-то, или что-нибудь еще, я вот не понимаю вот эту вот завышенную самооценку людей, которые ничего не сделали, просто там спрыгнули, блин, в поезд, да, я не знаю, устроили дебош в Макдональдсе, и, ну, вот, у них миллион подписчиков, прикольно, ну, вот, что это? Это какой-то маразм современного мира. Что ты думаешь про мат? Мат? я бы стала вермиш мат. Я ругаюсь очень сильно. Я сапожник. Але мне сдается, что ранее своих видов ты не ругалась матом. Ты на вот Макса Коржа матные слова заменяла на цензурное. Что отбылось, а что? По правде говоря, я все время ругаюсь матом. Я с Богушевской ругаюсь матом, и я сапожник. Ну, то есть, это чистая правда. И просто, ну, не хочется, ну, вот, это же, ну, некрасиво. И не хочется это нести, допустим, в постоянную основу. Не, я не веду, зараз же, как бы, вся культура, особливо рэп-культура, она побудована. Рэп, это же рэп, а я же я. Просто во мне живет две части. Ну, вот, ну, как черная, белая, инь-янь, там, монетка. То есть, во мне есть сторона какая-то такая, вот, и они как-то борются друг с другом. Ты казала так само про то, что тебе довольно тяжко дается выйти на сцену, ты долго переживаешь, хвалюешься. Ты не смогла гэта побороць, альбоу, каждый раз, каждый раз у тебя нервы. Раньше, я скажу, была очень тяжелая степень боязни сцены, я не знаю, если бы это было бы как-то научно обозначено, то это было бы цифра 100. Ну, ладно, 10, откинем 1-0, деноминируем. И меня трясло, меня за сутки уже сны снились о том, как я выхожу на сцену, о том, как у меня что-то не получается. Я недавно вспомнила, что у меня был страх забыть слова. И я вспомнила этот страх, и теперь он немножечко меня такой подковыривает. Помнишь, ты любила забывать? Но сейчас меня это, на самом деле, я стараюсь. Вот. Уже легче. Уже я могу выйти, возможно, перетрясет немножечко, но это зависит от обстоятельств. Когда я уже сейчас выхожу к своей аудитории, у меня уже есть некое чувство осознанности того, что они пришли посмотреть на меня и они уже будут хорошо ко мне относиться. И как-то это меня успокаивает, и я могу уже вот так не выходить. Но меня все равно как-то, знаешь, наверное, за три часа перед концертом. Как ты с этим справляешься? Бокал вина. Ух ты! Нет, серьезно. Но это помогает, это как-то расслабляет мозг, потому что в вине же есть этот фермент, он немножечко усыпляет, конечно, что не очень хорошо, но если бокальчик выпить, то просто тебя отпускает. Я даже коньяк, я же коньяк попробую, у меня как-то голос пропал, и это было в Воронеже. Больше я коньяк пить не хочу. Очень что у тебя вовле с алкоголем? Ничего, все нормально. Ну, кстати, ты можешь выпить, альбо бокал вина, это раз в месяц? Когда есть много свободного времени, допустим, и ты успел поделать все свои дела, это очень редко. То есть мы сможем, они допустим, написали песню, мы купим себе бутылочку вина или шампанского, и сядем такие, еще будем слушать, что-то обсуждать, планы на будущее, мы себе купим по 05 пива, включим фильм, будем сидеть и смотреть, потом быстро вырубимся спать. Как часто тебя хвалили? В детстве, в школе, в университете, я не веду, на сколько это принято. Нечасто. Меня вообще не часто хвалят. Как ты отчуваешь себя, когда тебя хвалят? Тебе комфортно? Конечно. Мне очень приятно, когда меня хвалят. Это знаешь, такое, мне кажется, вот поэтому такая и социальная, то есть выкладываю там видео всякие, потому что мне хватит, покалите, давайте покладьте по головке, вот она, я, вот, вот, вот. Ты читаешь комментарии? Конечно. И тебе, ну я уже про это казала, это вельми дивно в нашем жорстком свете интернета, что вельми мало негативных комментаров. Господи, спасибо. Али один я знайшла. Хотя я не ведаю, это негативные позитивные. Ники хлопец написал, прости, пожалуйста, но ты похожа на одну порно-актрису. Серьезно? Мне так написали? Боже, хочу посмотреть на эту женщину. Мне часто говорят, что я на кого-то похожа. Я уже сбилась. А ты отказываешь на комментарии, на то, что тебе пишут в особистые? Если какой-то комментарий вызывает вам дикую бурю эмоций, отвечай. Просто очень сложно ответить всем, но я, допустим, люди, которые пишут в директ, отмечают меня где-то в своих историях. Я стараюсь заходить к ним в профиль и показать. Я была здесь. Это правда, что тебе писали погрозы? Да. Был такой инфидент ВКонтакте. Что это было? Я не знаю, взрослый какой-то мужик тоже там что-то играет на гитаре, Очень странно, потому что он мне как-то раз писал, у меня память на имена ужасная, на лица хорошая и на аватарке ВКонтакте. И он мне писал, я ему ответила, что это привет, спасибо, почему бы не ответить. И я сразу чищу диалог с людьми, с которыми я понимаю, что у нас дальше никакого вообще не будет, потому что хочется все-таки уделять времени тем людям, которых ты уже знаешь и любишь. Вот. И тут он еще раз пишет, я что-то отвечаю, опять удаляю диалог, и тут он мне пишет, что ты похожа на мою сестру. Я говорю, да, прикольно. А потом он мне пишет, что что-то типа ты дрянь, вот, когда ты типа станешь незнаменитой, типа когда ты упадешь перед всеми, что-то такое. Я тебе что-то найду. Короче, я не помню, я показала сообщение Ане, я думала, какая жесть. Мне впервые стало страшно за свое здоровье, наверное. Что ты сделала? Ничего, я его заблокировала просто. Ну, это страшно, как-то тебе кто-то угрожает. Ну, что это такое? Здравствуйте, какого права вы имеете покушаться на мою жизнь? Ну, а приемное, что пишут молодые люди, что Лера, давай куда-нибудь сходим, Лера, я не могу заснуть, ты мне снишься? замуж зовут иногда. Очень странно. Неужели они не видят, что я занята своей работой? Ты писала летом рассказывала про то, что я давно никого не сердца нема? Что-нибудь изменилось за это полгода я маль? Нет. Я не знаю, в свободное время смотрю сериалы, влюбляюсь в актеров, у меня это уже достаточно. Это хороший выход из ситуации, знаешь, никаких отношений. Ты не загоняешься на эту тему? Нет, загоняюсь, конечно, иногда, когда остаюсь одна на долгое время и ничем не занята. Ну, думаю там всякое разное. Но потом понимаю, ты глядишь, ты телевизор? Нет. Бугу сейчас, когда приезжаю, смотрю. Мне подается, что поколение твоего, трошки молодежи, я не выкористовывать телевизор, может быть, только как функцию прозвищать YouTube. Я так сам так люблю. То есть я по телеку гляжу реально только YouTube. Але я бачила тебе шоу Перлина, мне правильно сказать, шоу Макайонка 9. Например, Тима беларуских отмывился. Я сказала, что ему не интересно. Я не веду докладных мотиваций, может быть, тому, что новое поколение живет в YouTube и не хочет ассоциировать с старорежимным телевизором. Что тебе на этот конт? Новое поколение много на себя берет. То есть что вам стоит прийти выступить? Это же вы были на Макайонка 9? Я только про YouTube это глядила. Там же классно. И допустим, для меня, как для артиста, который только все это начинает, очень прикольно побывать на всяких шоу, пускай белорусских, русских, увидеть эту кухню изнутри. Как там что люди делают, как эти камеры ездят, быть готовым к чему-нибудь. Это же интересно себя развивать как человек, который творческий. И то есть why нота. По мне так это прикольно. Мне понравилось выступать, тем более я выступала с бэндом. У нас была до этого репетиция за день до выступления на Макайонках. Круто же. Тебе было бы циковать рапето телевизор, ну не один кого, а может бы скалиб тебе что с тобой пропоновали, короткий там блог в программе Доброе Ранице Беларусь. Я не веду. Я ходила в Доброе Ранице. Мне это прикалывает, я скажу так. То есть я не вижу ничего плохого, постыдного. То есть чуваки раньше только телевизор был. Да, дайте уважение этому ящику. Не знаю. Просто я повинна сказать, мы перед тем, як сострелись с тобой, досылали питание, глядела Аня, напомни глядела ты. Я не смотрела. Нам сказали, что про политику у тебе пытать нельга и тому я повинна спытать чему тебе нельга пытать про политику. Потому что я такое умное слово было в голове и пропало. Я не очень хорошее слово. Я так хотела его применить в своей жизни. Господи. Господи, такой хороший. Если бы я хотя бы раз применила, я бы смогла его дальше применять. Аня, я не нет, я не в этом вопросе. некомпетентна. Я некомпетентна в этом вопросе. Я ничего не шарю в политике. Я понимаю, допустим, где-то война идет, кто-то кого-то украл, кто-то кому-то денег должен. Я тут никаким боком не соображаю ничего. Мне кажется, что это страшно и очень сложно. У меня своих загонов вот. Если я думала про политику, я бы песни не писала. Это сильно завоуновало. Коли Лада отключить YouTube, что будет с тобой? Я буду дальше писать свою музыку. Буду записывать диски, раздавать их людям в метро. Не знаю, буду ходить с бумбоксом. И на Макайонка 9. Макайонка 9 не закроют. Пожалуйста, почему бы нет. Ну типа найдем мы что делать. Говорю уже, вокруг меня есть отличные, прекрасные, замечательные люди, которые думают о вопросах, что делать, если исчезнет YouTube. Дякую, Великий Лера, за разговоры. Дякую. Великий Лера, Сноу. Дякую, Великий. Дякую. Спасибо.